всем привет сегодня мы отправились на очередной коп мы туда уже ездили на сурфе и сурф там именно остановился сломался и мы принципе из-за этого и нашли это место нашли там кольцо серебряное и пряжку нормальную такую интересную мы копали там не принципе не так долго но покопались монет нашли много железо было много и вот решили поехать но поехали в этот раз на оке потому что сурф до сих пор не в порядке он не заводится вот едем уже том направлении едем на оке по крайней мере селяка сломается было ее хоть кто сможет утащить а сурф уже никак вот взяли с собой вон красно-белые заехали такие у чипсики энергетику уже выпили взяли с собой холодильник как родили термо термо пакет там у нас вода лежит вместе с когда называется емкость аккумулятор холодный аккумулятор лед я потом постановимся вам покажу и он эту дорога просто в эту сторону она вся в ямах у окея колеса маленькие и можно оторвать даже колесо что ямы такие большие и очень страшно погодка сегодня классно то есть сегодня не жарко и не холодно ветерок дует надеюсь что нас сильно не закусает но мы взяли с собой спрей от комаров вот поэтому ем взяли с вами толскатели еще xp rx два штуки один с целебстой катушкой один с обычной с круглой все как то так так что смотрим видеоролик надеюсь вам он очень понравится так что поставьте большой палец века заранее подпишитесь на канал в общем все что будет интересное всем пока погнали завернули на урал их коровы по дороге топали я поступ маленькая это сторону прав они пока наезжие а конец как обычно но коров как они немного вышли такие толпу вообще-то большие а тут немного остался и уже скоро приедет на повороте к ну и едем и кушаем круглые шарики сырные шарики сырные шарики эта страсть моя Мы приехали на место. Кристина уже собирается переодеваться. Вот такое место. Такое поле. Вот тут заворот. Сейчас я вам покажу холодильник, какой у нас купили мы. Вот такой холодильник. Термопакет называется. Сейчас я открою вам его, покажу. Хватит скрипеть. Так. Что у нас тут есть? Вот, смотрите. У нас тут есть фанта, мохито и обычная вода. И из морозильного у нас вот такая штука. Как будто она уже растаяла. А нет, еще лед есть. Аккумулятор холода называется. Сейчас я буду пить такую газировочку. Попробую, скажу. Что да как? Как она? Холодная, нет? Нормально. Пить можно. Все, в общем, сейчас переодеваемся и пойдем копать. Тут, правда, травы много стало уже. Трава выросла. До этого не было, когда мы так копали. Но я думаю, вы видели это видео, а может и нет. Может, я только зимой его выложу. Чтобы не полить контору. Чтобы мы сюда копари не наехали, местные, тарские. Да? Вот. Поэтому как-то так. Сейчас переодеваемся и будем копать. Все вам покажем. Мы переоделись. Кристина. Вон у меня металлоискатель. В общем, у нас этот обряд. Обряд сейчас будет на хорошие находки. Потом по факту вы посмотрите, реально что-то мы нашли или нет. И мы посмотрим. Надо быстрее копать, потому что сзади там идут тучи. Я думаю, их видно. В общем, Кристина выкопала ямку. И сейчас буду говорить заклинания. И Кристина будет закапывать. Закопаем вот такие три кукурузинки ему. Деду Хабару. Чтобы он нам хорошие находки подавал. Все. При себя читаю заклинания. Никому не скажу. Все, пошли копать. Погнали. Все. Сейчас будем как находку какую-нибудь интересную находить. Хоть монету, хоть что. Будем вам показывать. Так что... А? Рации сейчас возьмем. Еще рацию Кристина дам. И себе. Что если друг от друга будем отходить на легкое расстояние, чтобы не орать, не кричать. Я отошла там золотое кольцо. Чтобы пора спокойно сказала. И все. Я подошел, подснял. Все. В бой. Погнали. Буквально отошел. Ну, два шага сделал. Кристина там какую-то мороженку нашла. Ну, металлическую. У меня сигнал 56. Вот. Смотрите. Походу монета. Сто процентов монета. Сейчас будем смотреть. Как будто рамочник я уже вижу. Крова в кровь. Убирайся. Так. Да. СССР написано. С этой стороны написано. 15 копеек. 1932 что ли? Год. 1930-й. Как будто. Или 36-й. Что такое. В общем, Кристина потом посмотрит. Но суть в том, что монета уже сразу первую дернул. И это отлично. Тут место вообще не выбито. Поэтому будем ходить. Вот там дом стоял. Там дом стоял. Ну, тут очень было много домов. Ну, не копано вообще ничего. Поэтому копаем дальше. Кристина ходит. В общем, у нас прошло какое-то время. Не знаю сколько. Час копаем, да? Да, так кажется. На самом деле уже на час прошел. Вот. У нас сзади, блин, идет туча. Вот. Сейчас вам покажу. Туча вот такая дождевая. Уже скоро подходит к нам. Ну, видно прям. Вон, дождь идет. Вот. Но мы ходим еще. Машина уже стоит на дороге. Мы проехали маленько обратно. В обратную сторону. Потому что там сигналы вообще кончились. Но их нету. Вот. Копаем железо. Так, собираем железо. Попадается от ножи. От косилок. В общем, все такое железо. Монет только я одну нашел. Кристина, не знаю. Вроде пуговицу говорила, нашла. Как-то так. В общем, ищем. Ходим. Но пока что ждем дождь. Посмотрим, какой он будет. Только я сказал, что у Кристины пуговица. И вроде как она сейчас нашла монету. Сейчас будем смотреть, где. Где-где я не вижу. А, вот, вот она лежит. Сейчас посмотрим. Да, советская. СССР. СССР. А это 10 копеек. Находка есть. Это хорошо. Там что-то лес горит. Мимо ехали, видели. Деревья падают прям слышно. Не знаю, кто там что делает. Малин, туча подходит. Что, себе я забираю пока? Вот у меня еще в кармане еще монета. Богатый. Ищем дальше. Смотрите, какую яму я вырыл. Я тоже считаю то, что это хорошая находка. Потому что, когда будем сдавать железо, потом, когда железо поднимется в цене, то можно нормально сделать денежек. Вот такая вот железяка. Цельная ось какая-то. Стовотница. И смотрите. От какой-то техники. Довольно-таки тяжелая, увесистая железячка. Поэтому ее мы обязательно тоже берем. Да и в принципе все железо я решил собирать. То есть, по крайней мере, если ходишь по полям, то железо все собирайте. Возьмите какой-нибудь пакетик. Либо мешок. Туда все скидывайте. И со временем обязательно накопится очень много килограмм. И потом, когда цена поднимется на железо, можно будет нормально сдать и сделать на этом денег. Хотя бы купить бензин, по крайней мере. Но на оке это сделать реально. На сурфе, конечно же, тяжелее. Поэтому вот такая вот железячка. Мы такую же железячку забираем себе. Я отнесу ее сразу, чтобы не потерять. Ямы мы обязательно закапываем. Поэтому в комментариях не надо писать. Вот ямы накопали и оставили. Не, ямы всегда закапываем после каждого капка. Ладно, ищем дальше. Может еще будет интересное. Еще одна интересная находка. Походу это был ключ. Тут какая-то прорезь есть. Ну, что-то открывать. Вот такой вот ключик. Интересный. Отошли еще дальше от дороги. Уже подходим к деревьям. Там какая-то лестница стоит. И вон там лестница, какие-то лабазы или типа того. Не знаем. И вот здесь вот я сейчас... Кристин нашла тут фундамент. Ну, по крайней мере, все говорит о том, что тут был фундамент. И вот у меня выпала монета. Только что достал ее. Ну, то и выскатели ругаются между собой. Частота одинаковая стоит. Три копейки 1933 года. Что такое? Три копейки. Вот такая монета. Точно, да. Интересная. Все, думаю, тут пока остановимся. Будем тут копать. Ну, дождя нету, кстати. Туча есть, а дождя нету. Нормально. Мы все, двигаемся ближе-ближе к вон той лестнице. Я не знаю, кто ее сделал. Вот. И Кристина нашла монету. Что, где она? Сколько бьет? 62,5 фольга. Так. А вон вижу-вижу, монетка. Все, посмотрим. Тоже СССР, я так понимаю. 20 копеек, рамочник. 46-й год. Ну, такая вот монеточка выпала. Монетки тут и редки очень. Туча, кстати, прошла. Ну, как она? Вот над нами. Ну, ни капельки дождя. Все ближе и ближе и ближе и ближе. Так. Мы подходим к лесу. Тут, в общем-то, нашел я вот такую петлю от ворот. Так, чтобы было видно. Такую какую-то штуку нашел. Я подумал сначала, что это блесна какая-то. Потом подумал, знаете, от часов. Но это не то. Это, получается, засов. Вот эта часть бивалась. Хоп, закрывалась. А сюда вешался замок. Вот такую штуку нашел. Кристина нашла от сковородки ручку. О чем говорить, что тут был дом. Также тут попадаются кирпичи белые. Где-то тут я только что видел. Вот он. Такой кирпич. Ну, это красный кирпич. Просто Кристина сказал, что он белый. Так. Он не обожженный. Так. И смотрите. Где-то тут. Вот она. У меня выпала сейчас вот этой ямке. Монетка. Вот она. Сейчас с вами посмотрим, что за монета. оба тика. Пока что не пойму. Стертая, как не знаю кто. Непонятно. Сейчас, ладно, сейчас ее протрую и покажу. Неудобно одной рукой. Она не оттирается. Не знаю почему. Черная вся. Там дом будет ее хорошенько обработать. А так это я уже увидел. Это 15 копеек щитовик. 15 копеечный. По кругу вон. Надписи какие-то. И вот здесь вот щитовичок. 15 в щите. Это щитовик. Кристина сказал, что там нет сигналов вообще. Поэтому я пока копаю здесь. Здесь что-то да есть. Мы переехали еще ближе, откуда приехали. Там есть кочка. Кристина, думаю, что там, возможно, стоял дом. Где крапива. Ну да, где крапива. И видно. Возможно, там стояли дома. Поэтому маленько переехали. Сыростая. Кристина взяла сыр, сало. Это самая интересная часть. Как обычно в копе. Что-нибудь поесть. Сало вообще замечательно. Где-то. Чай еще по-пиде. Чай взяла. Мармеладки. Сердечки вот такие вот. Поэтому сейчас перекусим. И пойдем туда. Сходим, посмотрим. Девять чай не будет. Наверное, это крайняя точка будет, да? Гречка, нет ложки. Постоянно кажется, что кто-то кусает. Нет ложки? А как есть ее? Как пить? Забыли с собой ложки взять. А что им в этом забыли взять? Не было, да? Не было, да? В красно-белом. Заезжали. Покупали там вот эти сырные шарики. Хочу горячий. А вот сюда вот поставить. Вау. Все. А, сейчас перекусим, пойдем. Монеты есть пока что. Ну, немного. Самое интересное, такого еще не было. Что прям что-то там серебряное что-то найти. Либо реально старинное. Такую имперскую монету. Такого еще пока у нас в этом копии нету. Но, надеюсь, что будет. Я спойдем туда. Возможно, там что-нибудь добудет. Вот мы и дошли до этих куч. Вон горит лес. Не знаю, кто там специально. Кто-то поджег, возможно. Ну, дым, я думаю, видно. Вот Кристина копает уже. Говорит, там стекло. В общем, дом стоял. Сейчас будем пробовать. И там еще копано, да. Кстати, кто-то копал уже. Я пойду, наверное, на ту кучу. Но Кристина будет на этой, возможно, копать. Посмотрим, что будет. В общем-то, Кристина уже говорила, что все ископано. И вот кто-то пытался копать трубу. Металлическую. Но не дорылся. Надо чем-то ее дергать. Тогда ее достанешь. Вот здесь она ходила. Говорит, как будто недавно горела. Еще прям теплая. И горячая. Вон до того, я до той кучи дошел. Там прям норы такие здоровенные. Сейчас идем вот той стороной посмотреть. Может, что, где-нибудь поймаем. Какой-нибудь сигнальчик хороший. И вам покажем. Кристина нашла топор. Целый. Очень рада. Да. Какой-нибудь дровяный. Что, маленький? Такой топорик. Я вон там железо храню. Ну, как храню, складываю. Там нашел большой кран. Трубу нашел. Ну, трубку. И вот ну, сельхозтехники. Аграбль там, как они называются там. Нож нашел. Вот. Ну, Кристина, конечно, получше находка. Но у меня тяжелее находка есть. Сейчас покажу. Вот. Вот такая вот находочка у меня. Вообще тяжеленный просто кран. Там внутри еще, правда, грязь надо вытащить будет. Вот так вот сейчас. Вот. Это здоровый. Тяжелый. Тоже находка. Хорошая. Да, все. Мы покопали. Оттуда пришли. Только что переоделись. Осмотрелись от клещей. Там опять идет туча вдалеке. Вот. Накопали много железа. Вот. Вон, смотрите. Кранов куча. Таких. Таких. Я тоже. Она так била хорошо. Вообще. Я не мог найти ее в траве была там. Дерни. Ложечку такую нашу маленькую. Не, это у меня лежало в кармане. У меня вот это лежало в кармане. Это ключ какой-то. Вот монеты только нашли. Может быть, да, кстати. Вот хотел показать вот таких пробок очень много. В хорошем состоянии. Есть LVZ, есть BVZ. Вот. Вот столько монеток мы нашли. Но я показывал их. Вот это не могу понять. Ну, она и рамочник. Ой, есть щитовик. Это 15 копеек. Угу. Он никак не оттирается. Я не могу оттереть это. Вот какой-то патин. Что ты хочешь на них собрать? Ну, патинский год какой. В 35-й год. В 35-й год. Угу. Вот. В общем, забирай монетки все эти. Все находки забирай. Ну, и железо нормальное. Железо нашли. Именно вот здесь много было железо. Ну, и там тоже пособирали. Вот. Часть. Все, сейчас отправляемся. Вот, а туча идет. Надо ехать бегом домой. Уже время 9 часов, да, говоришь? Поэтому бегом-бегом за Левочем. Вот. Такое вот у нас видео получилось. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Канал называется Лев Лайф. Жизнь Таре. Так что, кто живет в Таре, подписываемся. Смотрим видеоролики. Копатели местные тоже пишем в комментариях. Возможно, вы здесь копали. Пишем свои комментарии. Все, давайте. Всем пока. Мы поехали домой.